Итогом выдвижения от имени Юрия Луценко кандидатуры Гройсмана является год и три месяца постоянного давления на правительство со стороны блока Петра Порошенко, который, несмотря на то, что выдвинул и контролил 11 министерств, считал, что без кандидатуры премьер-министра блок Петра Порошенко и президент не может реализовывать свою политику. Партия «Народный фронт» после того голосования за несостоявшуюся ставку в кабинете министра, увидев, что 97 депутатов блока Порошенко не готовы сотрудничать с правительством, которое есть, пошли навстречу Петру Порошенко и БПП. Мы предложили выдвинуть кандидатуру премьер-министра. На выдвижение, как видите, ушло полтора месяца. Кандидатура оказалась для кого-то ожидаемой, для кого-то нет. На сегодняшний момент мы бы хотели услышать решение официальное партийных органов блока Петра Порошенко. Сегодня будет закрытый съезд данной партийной организации. После того, как к нам поступит официальное предложение рассмотрения кандидатуры Гройсмана, наша фракция ее рассмотрит, услышит впечатление депутатов, услышит предложение блока Петра Порошенко, услышит позиции других фракций, будет принято решение о том, идти нам в коалицию под премьера Гройсмана или нет. Беда в другом, что фамилии премьер-министров в нашей стране не означают мгновенного решения всех проблем нашего государства. Урегулирование ситуации с Российской Федерацией, которая напала на нашу страну, выход из тяжелого экономического кризиса, это задача, а не фамилии, это задача изменения правил игры. Пока мы, к сожалению, видим желание подковерных интриг, пока мы видим, к сожалению, действия, которые не направлены на стабилизацию ситуации в стране. Но если кандидатура Гройсмана будет поддержана больше, чем 226 депутатами, входящими в коалиции фракций, то по Конституции она будет внесена в зал, и мы будем определяться.